Что я хочу сказать? Вот сколько у всех политиков выступают везде. Нет, это Нидерман, сколько у вас было в этой аудитории выступаете. Сейчас третий раз, все подсчитано. Осипов сейчас второй. Я считаю, мой предлог такой. Брать вылые, лопаты и все идти на Сейм. Все разбомбить, и все. И будет хорошо. Новую политику установят новых людей. И будет порядок. Елена, не боитесь, что охрана Сейма и до вас там в Екапиосе доберется после таких призывов? Они угробили нашу Латвию. Эту партию вообще надо уничтожать с этой страны. Понятно, Елена. А с кем вы готовы идти? С какими товарищами против власти? Я согласна. Вы знаете, есть новые люди, молодежь есть, которые прожили всю эту тяжелую жизнь. Которые хотят новую жизнь, настоящую. С новых людей надо брать партию. Они с этих старых, которые все просидели в свои старые штаны, ничего не делают. Спасибо, Еленя. Господин Осипов, господин Лендерман, может быть, есть что сказать в ответ на праведный, уж не знаю, или неправедный гнев жительницы города Екапиоса? Я прекрасно понимаю человека. Сам испытываю примерно такие же чувства 18 раз на день. Так же самое, как и многие оставшиеся в стране латвийцы. Единственное, не надо пороть горячку. Послушайте меня, титулованного радикала. Никому не будет лучше от того, если мы перебьем друг друга. Вспомните ситуацию 13 января, когда разгоряченный народ, который... Я говорил и тогда, и сейчас могу повторить. Я признаю право людей возмущаться любым доступным им методом. Если власть на протяжении 20 лет не слышит, нужно сделать так, чтобы человека, людей, народ почувствовали. Ну, они так и поступили. Но все равно это не очень хорошо. Стоит полицейский в каске со счетом, получает кирпичом по голове, а в этот момент у него мысли, как завтра заплатить за квартиру. Он такой же представитель народа, ограбленного. Я понимаю, если бы там стоял какой-нибудь известный политик с многолетним стажем, который со времен Карла Маркса сидит и получает деньги из бюджета. Это одно. Но там стоят такие же представители народа. Они хотят сознательно посеять конфликт между простыми людьми. Для того, чтобы увести вот эту волну негодования, волну недовольства в сторону. Потому что, допустим, национальное разделение, оно постепенно начинает отходить на второй план. Нужно придумать еще какое-то. Ну, хорошо, подеритесь сейчас люди с полицейскими. Господин, вернее, товарищ Осипов, продолжая ваш этот, так сказать, образный метафорический ряд, власть не слышит, но ведь стекла у Сейма это не выход. А вот что есть, так сказать, слуховой аппарат для той власти, которая не слышит? Если, так сказать, против силовых методов и вы выступаете, а вы тогда за что? Есть очень много форм противодействия. Допустим, как это происходит в цивилизованных странах Европы. Ну как? Ну с плакатом ухода в Сейм стоят каждую неделю, как на работу ходят бабушки. Это забастовки. Блокировать административные государственные учреждения. То есть показывать свое недовольство не на кухне, а немножко ближе к тем чиновникам вороватым, которым имеются претензии сегодня. То есть не блокирование Сейма, а блокирование, так сказать, государственных учреждений. Не, почему? Можно и Сейма, но не надо его ломать, потому что он потом восстанавливается, опять же, на народные деньги с учетом откатов. Хорошо, согласен. А как вы представляете вот это вот блокирование без бития стекол? Дверь будете с одной стороны держать, а депутат... Ну люди с этими телами могут блокировать. Это мы говорим о технических сейчас вопросах. Товарищ Лимберман... Собирается 50 тысяч, да. Что вы хотели сказать? Вот в продолжении, как заставить вас слышать, если не бить стекла в Сейме? Понимаете, вот женщина, она звонит, у нее особенного... Ее чувства понятны, да, но особенного опыта у нее нет. И я столько наслышался всяких героических призывов идти бить, ломать, туда-сюда. А потом человека один раз вызывают по повестке в полицию, и он уже... С ним уже все ясно, да. Я поскольку тоже, вот, мы оба с Евгением кое-что прошли, да, моя там гирлянда из шести уголовных дел, кое-что понимаем, да. И мы считаем, что, в принципе, в Латвии есть возможность на сегодняшний день и с помощью выборов изменить ситуацию. Иначе бы мы не занимались тем, чем мы занимаемся. Такая возможность имеется. Я могу подсказать очень простой цивилизованный путь, да. Чуть-чуть меньше эмоций и немножко больше вдумчивости, да. Нужно, наконец-таки, научиться за 20 лет разбираться в политических нюансах, а не голосовать по кругу за одних и тех же людей. Насчет политических нюансов, если позвольте. Не буду говорить про конец 80-х годов и такое уникальное явление, как третье модернизация, к которому тоже, который имел отношение товарищ Лендерман. Но потом было... Слово товарищ как бы не соскакивает гладко с языка. Не соскакивает, не соскакивает. Знаете, уже обуржуазился. В студию-то приходят одни, сами знаете, из каких партий. Центр согласия, ЛПП, ЛЦ в основном. Интернационал же... А вы на них тренируетесь и пробуйте их называть товарищами. И так мы постепенно будем менять мир. Да, ну вот, кстати, насчет обращения не прописано у нас. Да, вот попробую, посоветую вашему пойду. Смотрите. Значит, потом была национал-большевистская партия НБП. Организация Победа, поскольку такое название латвийские власти никак не могли зарегистрировать. Потом появилась, как вы сказали, гирлянда из уголовных дел. Потом вы даже были в бегах в России. Сейчас интернационал. Господин Осипов, у вас, если я не ошибаюсь, было даже русское национальное единство. Давно-давно. Конечно. Потом вы, наверное, ушли на некоторое время из активной политики. Потом была партия запчел, и вы активно сотрудничали с Лепойским отделением запчел, встречались с Плинером. Сейчас поправите меня. Сейчас опять интернационал. Вот этот долгий путь исканий, я вот все хочу максимально мягко и нейтрально сказать. Это тоже вот ваше личное разбирательство в политической ситуации? Нет, секундочку, я просто коротко, может быть, Женя там еще добавит. То есть, во-первых, интернационал это все-таки объединение партий. Это не есть слияние в одну партию, это объединение партий. Я создал, да, на базе национал большевиков и еще широкого круга людей политическую партию движения 13 января. У Евгения партия и Евгения Осипова мы политически объединились, чтобы быть более успешными и сильнее ударить по нынешней власти. Сколько широкое ваше крыло интернационала? Что значит широкое? Вы сказали, на базе нацбола и других широких, так сказать. Нет, это я поговорил про партию движения 13 января. Сколько человек в движении 13 января сейчас? Ну, счет идет на сотни. На сотни, но не на тысячи. Это члены партии, сторонников всегда гораздо больше. Хорошо, а в партии Осипова сколько сейчас членов и сторонников? Мы недавно подавали отчет в регистр, там у нас что-то 300 с чем-то там, это юридически зарегистрированные члены партии, да, в пяти латвийских городах на данном этапе, да. Но, опять же, для нас никогда не являлась вот эта вот бумажка, юридически вставляющая важная. Нам важно, сколько мы можем людей собрать. А собрать мы можем гораздо больше, чем многие так называемые большие партии. На самом деле они не большие, они просто богатые, да. Хорошо, давайте послушаем Евгения. Из Риги звонок по телефону. Евгений, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что я с Осиповым кое в чем не согласен, по той простой причине. Но немножко парень себе противоречит. Может быть и нам. Просто он упомянул 13 января, да, согласен. Я согласен, что эти два провокатора, там, допустим, Пабрикс и вот этот парень, который недавно был, вот этот Штокенберг, да, был недавно у вас здесь в студии. Но это просто действительно провокаторы. А может быть они договорились с правящими в отношении того, чтобы спровоцировать все то, что творилось именно 13 января. Вот эти выкорчевывания, там видно было, у меня было записано даже, я стер это, бабки там прям работали на камеру. Вот эти камни выкорчевывались, вот эта шпана, которая била стекла. Это для того было сделано, вот в чем Евгений, по-моему, противоречит себе. Было сделано для того, чтобы ужесточить другие методы сопротивления этим властям. Уже, там уже говорилось, что уже к дверям Сейма или к каким-то другим дверям госучреждений уже не подпустят, чтобы закрутить гайки. Хорошо, Евгений, понятно. Нынешней властью вы как бы не очень довольны. Чем? Нынешней властью. Нынешней? Да. Да это, у меня слов нет, Андрей, тем более вы знаете мое отношение именно к нынешней власти. Хорошо, теперь второй вопрос. За Линдермана и Осиповым пойдете? Они тоже нынешней властью не очень довольны. Дело в том, что я, не задумываясь, поддержу, но мне не нравится, допустим, то, что вот Владимир пошел дальше. Он хочет, видимо, какую-то вот вместе с Евгением партию организовать и войти, ну, во власть, во власть. Как только он войти...